Ледостав на Волге в этом году ожидается позже обычного, однако малые водоемы и затоны уже начали покрываться тонкой корочкой льда. Пора говорить об опасности выхода на эту поверхность, ведь ежегодно в Самарском регионе подо льдом погибают от 15 до 20 человек. И нередко в данную статистику попадают дети. Первый лед, он хрупкий самый. Зима пока только на календаре, уверяют спасатели, и устойчивость льда сейчас это иллюзия. Неумолимая статистика. 3 декабря в Нижегородской области два рыбака провалились под лед, один из них скончался. 5 декабря в Кировской области сотрудник МВД спас ребенка, который также ушел под лед. Толщина льда в некоторых мелких озерах может составлять более даже 5 сантиметров, 3-5 сантиметров. Он рыхлый и не окрепший, поэтому выход на такой лед несет огромнейшую опасность для жизни и здоровья граждан. Некоторые рыбаки уже начинают выходить и подтвергать свою жизнь опасности. На самом деле это делать ни в коем случае нельзя, потому что погода, как сами видите, сильных морозов нет. Крепких морозов в регионе пока нет. И судя по прогнозам синоптиков, лед на водоемах установится не скоро. Декабрь такой переходный месяц, дни с морозами чередуются вот дни с отцеплями. Будет достаточно морозно, но не такие морозы, которые мы привыкли. То есть ночью до минус 8 градусов, днем где-то до минус 5. Рейды по берегам водоемов и традиционным местам выхода на лед уже ведутся. Главная проблема в профилактике чрезвычайных ситуаций на льду, признаются инспекторы МЧС, их превентивный характер. Чаще всего попадает в схватку со льдом любители зимней рыбалки. Ну, как правило, по первому льду хорошие ловы, щуки, окуня. Другое дело, надо понимать, что никакая рыба в жизни не стоит. Пишня, веревку с собой брать для спасения. И стараться одному на лед не выходить. Мы раз по первому льду с товарищем идем, и проходили проточку, и я-то остался на льду. А рядом вот плечо к плечу шлю, а он вернул. Потом уже, когда вытаскивал, видно, что полосатого прям тонкого льда. Закона, запрещающего подходить к водоему в межсезонье, нет. Поэтому спасатели советуют помнить о главных принципах сохранности. Первое. Не выходить до наступления устойчивых морозов на озера и тем более реки. Ходить на зимнюю рыбалку только группами, чтобы было кому оказать первую помощь. При себе должны быть пишня, это лом с деревянной ручкой, веревка, жилет, грелка, горячее питье и сухая одежда. А также заряженный телефон. Номера первой помощи смотрите на экране. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...